Острый бургер из говядины. Петушара, пшёл отсюда! Офигеть! Точно остро! Сделай остро что угодно, только в Бургер Кинг. Добро пожаловать в студию плохих, выдуманных новостей! У нас четыре участника! Перед ними на экранах будут появляться новости, которые до этого они никогда не видели! Нужно прочитать новость и не засмеяться! Иногда у новости не будет концовки, а значит, участнику придётся придумать её на ходу! Кто засмеётся большее количество раз, объявляется лузером! Здравствуйте, дорогие зрители! Это срочный выпуск плохих, выдуманных новостей! Сегодня в студии мой коллега. Все мы не верим в призраков, но с другой стороны, откуда у него на канале 16 миллионов подписчиков? Джонни Кейдж под бутератами! Дима Барсинька! Единственный, кто ходит к проктологу на очистку лица! Денис Дорогов! Переходим к новостям! В Балашихе прошёл чемпионат мира по скоростной дрочке! К сожалению, победитель скончался! В посёлке Шишкино родилась тройня! Поздравляем! Теперь население деревни достигает цифры 7! По этому поводу глава посёлка дал комментарий! Столько народу мы не подняем! Придётся двоих старых ёбнуть! Как жёстко! Это ещё не самая жёсткая! Я приезжаю из Шишкина, получается! Новости шоу-бизнеса! Срочно нужен донор для пересадки развесёлого, довольного хлебальничка Зои Яровицын! Зоя, извини меня! Да я просто читал! Так, новости Голливуда! Вчера Мерлин Мэнсон удалил себе ещё два ребра, чтобы отсосать саму себе через спину! Почему у меня это просто так получается? Непонятно! В России легализуют ЛСД, но только для сценаристов сериала «Саша Таня»! Потому, что нужно как-то взбодрить их вялую семейку! Так, новости кино! Отсёлка из «Сумерек», наконец-то улыбнулась! Все эти года у меня были месяцы, Говори, актрис. Блядь. Ух, мне тут... Ты дрочишь, реально? Чуть писю. Так. Что ж, важные новости. В Техасе спасли из горячей квартиры кошку, собаку и морскую свинку. Ебать важно. Но им осталось тоже недолго, потому что хозяйка-то сгорела. Блядь. Это грустно, если честно. Зоя, все нормально? Но уехать нельзя уже. Все, нельзя уже уехать. На чемпионате по неуместным белым зубам на загорелом колхозном ебальнике победил Дима Масленников. Чего? Чигзелин. Вторая беременность не была для меня неожиданной, ведь мы тогда трахались не в жопу, поделилась Риана. Ну не, она далеко. Реана в студии. Так, на междугородной трассе мама утка с утятами переходила дорогу. Один утенок отстал, но зато не прокатился на ютаре, как за его семья. Утки! Я ваху. Ты сам, как я ваху! Он сказал, у нас добрый проект, надо просто новости немножко почитать. Айза заявила, что хочет восстановить девственность, но чтобы операция прошла успешно, она обратилась к фирме натяженных потолков. Блядь, мне просто натягивали в квартире. Что тебе? Давай, стоп, давайте, стоп камеры! Там просто ебать какой фен стоит. И тебя натягивали, да? Все хорошо. Ох, блядь! А вот сколько там еще? Попросила матовый! Белый матовый! Ладно, поехали. Так, в московском парке поймали муравье, да нихуя себе! Сорокалетний профессор математики с листьевым хвостом и с жопой в натуре ем муравьем. Так, Денис, ты, конечно, наебал меня. Не волнуйся, здесь недалеко храм есть. Вот это вырезать точно! На связи наш специальный корреспондент любая телка с пляжного полотенца. Яна Кошкина. Яна, где вы находитесь? Я нахожусь в Пружининском районе. Здесь идет переселение людей из частного сектора в новенькую девятиэтажку, которая из такого говна и веток слеплена, что лучше рядом громко не пердеть. Район пришелся не по вкусу колхозанам. Ведь тут нет ни одной пыльной дороги, на которой их пьяные дети расхлестаются в фарш на своих мопедах. Ебать! Яна, а вы не хотите там пожаловаться людям, что на вас работа навалилась? Блядь! Ты справишься, ты справишься. Ну-ка, еще раз. Все, давай, еще подожди, все. Ух ты, блядь, скотч прицепился. Давай. Поехали. Чуть ниже. Так. Яна, а вы не хотите там пожаловаться людям, что на вас работа навалилась, и вы давно не были на Мальдивах? У вас даже свой хэштег появился. Мальдива подождут. Мальдива подождут. Да, блядь, смирись там. Или вы все-таки боитесь получить тазом по мордасам? И что сейчас делают новоселы? Полную хуйту. Против. Извини. Рядом открыли тренажерный зал, кофейню и салон красоты. И скоро это все нахуй закроется. Естественно, по центру двора стоит один деревянный дом с принципиальным дедом, который отказался переселяться. Его девять раз поджигали, восемь мужиков на геликах расстреливали в дом, блядь, еще раз. Все, короче, дед не уезжает. Я понимаю, почему ты не приезжаешь? И его уже, да, поджигали, и вот сейчас да, я умею дать, Денис. Можно еще это, чтобы про деда я уже сказала? С самого начала хочешь? Нет, не хочу. Нет, нет. Тогда сразу не, не, не. Все, восемь мужиков на геликах. Это мне нравится. Точка. Давай, его девять раз поджигали. Давай, давай, сама. Восемь мужиков на геликах расстреливали в дом десять рожков из автомата и даже подсылали ему проститутку с отравленной писькой. Но хитрый дед просто дал ей в рот и остался жив. Ебать. Хитрожопая, сука. Депутат, депутат местного совета чуть опоздал на торжественное открытие, приехал, увидел дом и сказал Сама. Что-то про рот он сказал явно. Дед же хитрый был. прав мою проститутку? Ну, я не знаю, я не помогу тебе. я бы тоже только в рот. Яна! Это вопрос, это сценарий или ситуация? Давно хотел спросить, с кем гипотетически вы бы переспали из шоу Однажды в России? И почему на последнем месте Максим Киселев? Ну и расскажите нам что-нибудь еще, пока все остальные гуглят, кто такой Максим Киселев. Из одной квартиры играют песни Короля и Шута, но не потому, что там смотрят сериал, а потому, что парыги отдают дань памяти своему лучшему клиенту. Рядом с домом стоит дядя, который даже не скрывает, что чешет свое... А что это такое? Очищело. Жопа, очищело. А, очищело. Да. Это как строчитело, только очищело. Фу, я только ее любила. Одно из другого. Тоже сыр. Короче, ставлю сотку, что сейчас он понюхает руку. Я выиграла. К сожалению, мой репортаж подходит к концу, на улице темнеет, а значит, сейчас сюда из ближайшего леса придут волки рыть фундамент, потому что дом стоит на скотом могильнике. До свидания. Два момента есть. Во-первых, платите ли вы сценаристам, потому что второй момент, вот по лицу Зои, она прям так и стоит, господи, что же мне достается? Ептвою мать. Зоя наигрывает, она уже была здесь, она знает. Серьезно? Не была она здесь? Нет, не была. Я не была, но я очень запомнилась. Это был наш специальный корреспондент, девушка, у которой татуировка короны на спине. Хотя она и без нее королева. Это я попросил. Ятчик, жду семь грязных нюцов за добрый подкат. А мы возвращаемся к новостям. Соседи Прохора Шаляпина жалуются на воню с квартиры Прохора Шаляпина. Оказывается, певец всегда выключает холодильник из розетки, потому что любит, чтобы дома пахло кисленьким. Ой, блядь. У меня аж мурашки от умерзения побежали. Да, да, это противно. Ученые обнаружили новую черную дыру. Мигеля, нет, подожди, там нет. Да заебал. Черную дыру, но присмотревшись поближе, они поняли, что это Мигель. Все, все нормально. Все нормально. Можно не извиняться. Мы в танцах, как говорится. Киберспортивный турнир по доте, по доте 2 сорвался из-за того, что один из участников потерял сознание от Опять геморрой? Ага, ага, опа, так ты сейчас нащупаешь. Ну не яичко дотера, все нормально. От увиденной голой сиськи. Давайте перепишу. Не надо. Оставьте это. А на связи наш специальный корреспондент. Каратэ пацан с вагиной. Любая из ЧВК Редан. Зоя Неровицына. Зоя, где вы находитесь? Ну, очевидно, в авиапарке. Денис, я нахожусь в московском клубе, где проходит закрытая вечеринка Кинки Патти. Для тех, кто не знает, что это, объясню. Сюда приходят люди после работы, надевают маски и костюмы, заказывают авторские коктейли, ведут светские беседы, но это все первые три минуты, а потом животные еблят до рассвета. Людей с анальной пробкой видно сразу, они более собранные. Мимо меня прошла карлица в ботфортах. Охренеть, у нее видно только голову. О, а это интересно, кто-то пердолит бабу сельдереем, уважуха. У нее такой собранный голос. И, кстати, кто-то пердолит сельдереем. Она просто любит сельдерей. Зоя, а скажите, правда ли, что это очень похоже на любую вечеринку после съемок Камеди Баттла? И расскажите, что происходит вокруг вас? В тренде сейчас вагинальные блестки и светящиеся презервативы. В темноте кажется, что светлячки над росой летают. Так и знала, что встречу здесь Маликова. Прямо сейчас ко мне пытался пристать огромный жирный мужик в маске кошки. Этот пидорас знает мою слабость. Осуждаю. Если закрыть глаза, по звуку кажется, что тебя аплодирует полный Крокус Сити Холл. Зоя, скажите, а есть ли там какая-нибудь заброшенная жопа, по которой ветер гуляет? Мой коллега провел бы в ней ночь с камерой в руках. И я тут. Денис, зачем ему ехать сюда, если под описание очень подходит ваше? Там уже все снят. Тут столько говорят про некрасивые пенисы и сраеразмерные вагины, что может показаться, что вы пришли на женский стендап. Сука. Это не я, блядь! Это не я! Тех, кто жил в деревне, видно сразу. Вот мужик месит говно, а вот баба одной рукой наяривает сразу четверым. Злая женщина одевается и уходит. Говорят, что это был худший секс в ее жизни. Хуже было только, когда... Ну не береги в памяти, не береги. Ну, когда я читала всю эту хуйню. Блядь! Ой, блядь! Ты это доброе, доброе шоу. Да. Приходи, там будет весело, просто... Зоя, можете дать мой номер девушке с самыми сильными руками? Ух, блядь, люблю таких. Хочу ее в Суперниндзя позвать. Ну, прорекламили. И скоро ли закончится вечеринка, а то мы боимся не успеть. Дмитрий, вечеринка в самом разгаре. Какой-то мужик заказал у диджея песню Владимира Кузьмина «Я не забуду тебя никогда». Все женщины старше сорока достали изо рта члена и начали подпевать. И вот все же они на чебурашку с детьми ходили. Как это мило, я вижу парочку, у которой очевидно сегодня первое свидание. Они трахаются и рассказывают друг другу, где работают. А я срочно прекращаю репортаж, потому что какой-то мужик узнал, что я из Новосибирска. И сказал «Ну что, землячка, поебемся?» И кинул мне в стакан около 12 таблеток. Это был наш специальный корреспондент, с виду очень талантливый пиздюк из Кремниевой долины Зои Ировидзона. Это были плохие выдуманные новости. Оставайтесь с нами и вы узнаете, что новым президентом Австралии стал ебучий паук, который залез в здание администрации и съел предыдущего президента. во-первых, извини. И вот так вот. Все извините. Но я правда, я не имею отношения к этому, я клянусь. А сам ногами печатает сейчас. Я не знаю. Ты этих людей прекрасно знаешь. Друзья, друзья, кто написал сценарий? Можете поднять руку? Кого церковь анафемия? Да, они сейчас в школе, ребята, преподают. Урок физики. А почему мы ни разу не спросили, что с галстуком у Димы? Ну, самое время. Ну, он сел. На что я сел? другая. Не, ну, это мы. Это уже крутистное дело. Все, вот видите, все соразмерно. Ну, просто, вы сами понимаете. Это, типа, намекает на писку. Да. Ну, короче. так же, как и с машинами. Да поменяйтесь. Что ты? у меня очень маленький. Зачем, Денис, такой огромный вес? Да? А, да, Яночка, ну, реально, расставь нас по сексуальности, вот, актеров шоу «Однажды в России». Вы где-то там все в хвосте. Давай по убыванию. Вот, Максим Киселев, да, последний идет. Ну, ты с ним же на одном уровне, остальные тоже там же. Почему вы его сейчас на последнее место поставили? Вы же все там. Ну, Денис, я честно себя правду говорю. Катюша еще, ладно, там может лидировать. Катюша? Да. Не, ну, по мужикам, ну, блин. Ну, блин, ну, нет нормальных. Слушай, а как же Азамат? Вон с ним, сколько лет он. Должна же быть причина. Ну, Азамат. А я, кстати, тоже Азамата. Вот он на первом месте, он мне песню обещал еще написать. Ты что, забыла Азамата? Как его можно забыть? Подожди, ты сейчас из корыстных побуждений его на первое место ставишь. А ты думаешь, можно без других побеждений? Не, чисто вот, ну, кто бы вот захотел бы, чтобы вот, ну, коснулся тебя рядом. Ну, вообще не ты. Хватит тебя Бузовой. Я вот не понимаю, почему? Правда, ты же уже всех заслазал. Ты там реально со всеми залезался уже. Проекты закрывают. Ты, кстати, не боишься с ним рядом сидеть? Это опасно. Стой, Зоя, расскажи, как ты. Так ты и думаешь, почему ты у меня все размазан на лице? Расскажи, как будто... Валера Равдин. Первая. Валера. Валеруша. Да. Потом ты. Потом Миша. Ну, второе, но после пропасти. Ну, второй. Мы там сократим, мы это вырежем. Миша с Азаматом. А Давид еще выходит? Нет. Нет уже? Ну, он иногда бывает. Ну, нет, тогда Валера, Давид, потом... Блядь, нахуй, нет его. Нет Давида, все, он за кадром. Убираем. Давид, извини. Тут другая тема. Потом Никита. Стас, Ген, идешь мне делать. Вот поверь мне на слово, Никита вообще не входит. И чисто свои сейчас, да, обсудить? Вот правда. А, да? Мне казалось, он симпатичный. Ну, на синьках. для девчонок. Ладно. Ладно, оставь его там, но я бы не рекомендовала. Не, подожди. Так, Рекомендовать можно только после употребления. Да, это как купить сапоги, не померяв. Да, да, почему ты не рекомендуешь? Итак, предлагаю сегодня все, о чем ты говорила. Попробовать. Что? Ну, вечеринку эту попробовать. Кинки пати. Я правда на втором, да? А чем Валера? Вот что Валера? Вот что вот он? Вот он кто, ебать, вообще. Вот он молчит, и непонятно, ну, тупой он, не тупой, вот просто, ну. А все дело в чем? Ну, в мозгах, да? Ну, да. Знаешь, у Валерии есть такая чертовщинка. Нихуя, там прям черт сидит. Чертовщинка. Ну-ка, у меня что нет? Там самый лютерфер. У Валеры еще тембр, голос очень такой. Ну, какой-то вот загадочный. Это какой? Ну, например, верите ли вы в призраков? Вот так, да? Сюда. Даже не пытайся, брат, тут я на втором месте, брат. Ян, когда на Мальдивы? Я не знаю. Да блин, то, что вы этот хэштег поставили, это фильм у меня выходит, он будет так называться. Мальдивы подождут. А, это у тебя фильм новый? А, это я прорекомендую. Мальдивы подождут и куда? В Сыктывкар. А я не помню, что там по сценарию. Я не читаю. Внимание, у меня фильм выходит. Да. Сценарий, хуй снимай. А это полный метр? Да. А куда поехали-то? Куда? Мы так, по-моему, не уехали никуда. По-моему, мы так там и не уехали. Маленький бюджет и фильм получился. Да. Нет. Определите. По бумагам большой, маленький. Я помню, что я там забухала в конце. А что дальше, не помню. Но, бухала только по сценарию. Да, в жизни нет. Ты не пьешь? Бурятся, чувствуете? А ну-ка сказала, что я на первом месте. На первом месте сказала быстро. По итогам сегодняшнего выпуска проиграл и стал лузером Денис Дороха. Лох. С чего это вдруг? Почему? Как же вы меня заебали, бля. Ну-ка, не как всегда. Ты своя физичка. А я там все время стою, между прочим. Почему под него выкопали траншею? Почему так привычно было? Нормально, нормально, ладно. Ничего страшного, я привык. Я, кстати, ни разу не проигрывала, только ты проигрываешь. Женщины? Ей, пиздони, Абрамова, хватит, Абрамова, хватит. Ты и так нахуй вертел уже. Это еще закроют. Я только пришел. Я могу забрать себе хотя бы кружку? Ты что? Это еще Икея, брат. Это раритет. Вот так незаметно же будет, если я унесу. Не волнуйтесь, у меня просто вскочил Чири. Москва. Большой стендап-фестиваль ВК с 19 по 21 мая. Главное событие стендап-индустрии, на котором соберутся тысячи комиков со всей страны. Подготовь свое лучшее выступление и регистрируйся на фестиваль. Покажи себя и получи возможность принять участие в новых проектах Medium Quality. Ссылка на регистрацию в описании. Продолжение следует...